Медицинский центр «Призма» наш друг и партнер, а мы продолжаем прямые эфиры на Укрлайф ТВ и рады видеть в студии Евгений Киселёв, Евгений Алексеевич, здрасте. Привет, привет. Давайте начнём с главной новости-то, годовщины. Какая у нас сегодня главная? Вот та, которая и есть. Главная новость – это начало Майдана 6 лет назад. Это не новость, это скорее дата, да? Ну, дата, но давайте её вспомним всё-таки. Ну, вы знаете, что считать началом Майдана? Потому что всё-таки 21-го числа начался так называемый Евромайдан, студенческий Майдан. И даже если внимательно посмотреть сообщения, которые появлялись тогда в прессе, в информационных агентствах, некоторые представители оппозиции усматривали в проведении вот этого вот молодёжного Майдана попытку отвлечь внимание общественности от организации такого серьёзного, настоящего Майдана, которое тогда объединённая оппозиция Батьковщины, помните, была такая замечательная организация, откуда потом половина соратников Юлии Владимировны дали дёру. Вот она ещё, я помню, страшно сокрушалась. Я брал у неё через пару лет после этого интервью, я имею в виду, уже после событий на Майдане, и спросил её, не применил задать ей вопрос, как она пережила вот то, что от неё ушёл Турчинов, то, что от неё ушёл Яценюк, то, что от неё ушёл нынешний арестант по фамилии Пашинский. Там список можно продолжить. Она сказала прямо, ой, Евгения, за больное вообще меня трогаете. Ну, пережила. Но была, была такая вот объединённая оппозиция Батьковщины, никуда от этого не деться. Я помню, что тот же самый Турчинов говорил тогда, что, мол, это враги нам мешают провести 24-го настоящий, серьёзный Майдан. Но он на самом деле-то состоялся. Я помню, что я тогда был на какой-то конференции в Вильнюсе, и кто-то из присутствующих, заглянув в интернет, увидел там выложенные кадры огромного скопления народного на Крещатике, на Майдане. На Европейской площади. Да, на Европейской площади. И прямо вот присутствующая конференция как раз была посвящена вопросам, связанным с Украиной, Россией, отношениями в этом сложном треугольнике, который тогда возник между Россией, Украиной и Евросоюзом из-за ассоциации. Там же как раз в Вильнюсе ждали на следующей неделе саммита, на котором в итоге не было подписано соглашение об ассоциации. И прямо все стали громко-громко аплодировать. Прям сущая овация была. И присутствовавший там, по-моему, Адам Михник, знаменитый польский журналист и правозащитник, сказал, что вот мы с вами все должны гордиться украинским народом, который в очередной раз проявил себя массовой акцией гражданского протеста. Кстати, ведь как-то никто не вспоминает, что, а завтра-то будет 15 лет первого Майдана, 22 ноября началась оранжевая революция, которая, конечно же, в полном смысле этого слова революция не была, потому что вопрос о власти и собственности, революция происходит тогда, когда власть и собственность меняются. Может, это слишком классическое уже понимание революции? В современном-то мире гибридные революции, гибридные войны. Слушайте, знаете, я тут с удовольствием пересмотрел, вот я редко смотрю свои старые программы, но я вот с удовольствием пересмотрел документальный фильм, четырехсерийный, который я снял уже давным-давно, 8 лет назад, в 2011 году, 4 серии. И как раз мы тогда с моими коллегами сделали этот фильм по принципу 4 версии. Вот была одна версия, то, что это была народная революция, что вот народ вышел на площадь и не дал украсть победу у кандидата по фамилии Ющенко. Другая версия была такая более циничная, что на самом деле это была борьба двух сильных команд политических консультантов, политтехнологов, вот этих самых, как их называют в Америке, спин докторов, тех самых, которые из фильма про хвост, который крутит собакой, была версия, что на самом деле все это было результатом совершенно продуманного кризиса. И, кстати, эта версия мне лично чрезвычайно близка, потому что я слышал его, эту историю про заговор, слышал ее, эту версию, простите, от человека, который много знал о том, что тогда на самом деле происходило и раньше, и потом от покойного Юрия Левенца. Академик, который, к сожалению, рано ушел из жизни в 2013 году, но который очень хорошо понимал, как устроена украинская политика, вот можно сказать, я у него позаимствовал для этого фильма версию о том, что, в общем, на самом деле, тогда в ноябре 2004 года был пик управляемого кризиса, который просто вышел из-под контроля. Что на самом деле господин Медведчук сознательно разыгрывал вот такую многоходовую комбинацию, которая должна была привести к электоральному кризису, к тупику, к противостоянию, в результате которого бы, условно говоря, Леонид Данилович Кучма остался бы у власти, как, условно говоря, спаситель нации. Какая многоходовка. Ну, как, ну, в принципе, можно было предвидеть, что для этого не нужно было быть семипядей во лбу, можно было предвидеть, что противостояние Ющенко против Януковича может с высокой долей вероятности закончиться с результатом там ничья 0-0, если говорить футбольным языком, или патовая ситуация на доске, когда остались два короля, все фигуры разменены, знаете, как в шахматах, и каким-то образом надо выходить из этого кризиса, и, собственно говоря, тут-то как раз и мог на белом коне выехать Леонид Данилович, который еще оставался президентом, заметьте, да, ведь президент уходит только после того, как избрали нового, привели к присяге. Вот у него еще было время там появиться действительно на белом коне, и предложить выход из кризиса в виде той самой конституционной реформы, которая не прошла, помните, чуть раньше, в 2000... Это на третий срок он хотел? Нет, нет, третий срок, как раз с третьим сроком, вы помните, все было, ну, достаточно успешно, да, прожали тогда ведь вопросы о допустимости третьего срока через конституционный суд, только Леонид Данилович Кучмат не решился воспользоваться вердиктом конституционного суда, почувствовал, что вот этого народ не поймет. Хорошее чутье у него было, Михаил Иванович. Хорошее чутье у него было, это правда, ведь и чутье его хорошо было и в том, что ведь он так и не поддержал однозначно Януковича. И, кстати, Виктор Федорович Янукович, если вспомнить последующие события, когда он все-таки выиграл на выборах в 2010 году и стал президентом, одной из первых вещей, которые он сделал, это он начал таскать, ну, не сам лично, да, он начал таскать старика Кучму на допросы по делу Дангадзе. И это была обратка, которую он ему послал за, как ему казалось, то, что он его недостаточно поддержал, можно сказать, кинул. Ни разу ведь не было такого прямого заявления со стороны Кучмы о том, что вот... Дорогие украинские граждане, голосуйте, пожалуйста, за Виктора Федоровича, хочу видеть его своим преемником. Никогда ведь такого не сказал Кучма, как Ельцин в свое время сказал, что вот вам Путин, вот прошу любить и жаловать, и хочу, чтобы он после меня стал президентом России. Нет. Ну, а была история другая. Помните, когда не хватило пяти, по-моему, голосов для того, чтобы прошли поправки в Конституцию, перераспределявшие власть между президентом и парламентом. Те самые поправки, которые потом были... Были реализованы, да. Причем реализованы были с нарушениями процедуры, что позволило впоследствии эти поправки опять-таки аннулировать, и уже при Януковиче вернуться назад к прежней президентской версии Конституции, потом которую опять отменили. Ну, это все уже, так сказать, другая история. Я вам одно могу сказать, что есть такой Погребинский... Михаил Погребинский. Да, вот он же человек, не скрывающий своей близости к господину Медведчуку, можно сказать, там его такой политологический оруженосец. Вот он так негодовал тогда, когда этот фильм вышел в эфир по поводу этой версии, что мне показалось, ну вот точно попали в цель. Точно попали в цель. Ну, и, конечно же, там была еще версия, которую очень многие люди с наслаждением смаковали, что на самом деле все это результат противостояния сверхдержав, что с одной стороны в выборы вмешивалась Америка, а с другой стороны Россия. Короче говоря, американцы оказались круче. На самом деле истина, я думаю, лежит где-то посередине, потому что, конечно, там не было бы народа, не было бы тысяч, десятков тысяч людей на улице, ничего бы не было. Собственно, что помешало реализовать все вот конспирологические сценарии? Да то, что миллион людей в центре Киева, ну, допустим, там сменялись эти люди, да, там приходили, уходили, но я помню, что я как раз был тогда за границей, и за счет разницы во времени мог смотреть события, которые происходили в Киеве вечерами, да, то есть это был пик событий, которые транслировали все телеканалы. Я понимал, что вот точно так же, как и я, сейчас люди, особенно там в Америке, и не только в Америке, смотрят репортажи прямые о происходящем в центре города, в центре Киева, вернувшись там с работы, допустим, да. И это было круто. И это была главная новость. Потому что так еще сложилось, что ничего сопоставимого, более драматического в мире не происходило. Телевидение же реагирует на драму, на эффектную картинку. И со всего мира сюда кинулись съемочные группы. И оранжевый Майдан заполонил экраны телевизоров во всех странах. Это была главная тема на всех каналах. Вот так бывает, да. Вот все, ничего другого, более захватывающего, более волнующего в мире не происходило. И это, конечно, были там, конечно, и заговорщики, были сторонники каких-то жестких силовых действий. Но в любом случае, при таком уровне всемирного освещения политического кризиса, они ничего сделать не могли. Ну и плюс, кто же мог предположить, что сюда, в Киев, примчатся европейские политики первой величины Солана, Квасневский, Адамкус, экс-президент Польши Лех Валенса, которые, значит, начнут выступать в качестве посредников по урегулированию кризиса. Так что, я думаю, было по чуть-чуть от каждой этой версии. И главное это, что, в общем, в итоге все остались при своих. Не соглашусь. Давайте конкретнее. Кто остался при своих? Олигархи остались. Ну, хорошо там. Олигархи остались при своих капиталах. Ну, разве что аннулировали результаты пресловутого этого конкурса, когда Ахметов с Пинчуком за три копейки получили Криворожсталь и был, как мы помним, новый тендер. И в результате, значит, за большие деньги, которые попали в бюджет, продали Арселор Миттулу эту самую Криворожсталь. А в остальном, ну, что еще было, да? Ну, немножко там потрепали, что называется, нервы некоторым регионалам. Да, ну вот. Ну, разве в этом же дело, Евгений Алексеевич? Ведь народ-то научился бороться. Вот украинцы научились бороться. Вот они первый раз вышли на Майдан, а потом ведь по накатанной. Ведь, знаете, я вам хочу так сказать, накануне 13-го года Майдана мы делали огромный опрос в Киеве. Мы просили кучу людей. Я с вами сейчас не соглашусь. И вот куча людей сказала, мы больше никогда не выйдем на Майдан, потому что мы не верим. Вот первый был неудачный. Это был такой же опрос. Мы вообще были в шоке. Никто не хотел. И через две недели или там еще меньше все вышли. А потому что события развивались таким образом, что вышли? Нет, просто или выходят, или не выходят. В России-то ведь что, болотное, а где все остальное? Почему вся страна не присоединяется к болотной? Это вот у меня к вам вопрос. Ну, послушайте, потому что Россия – это не Украина. Потому что Россия – тысячелетняя раба, как писал Василий Гроссман. В любимой моей книжке, кто не читал, очень советую почитать. Маленькая такая повесть называется «Все течет». А внутри этой повести – невероятной философской такой, историко-философской силы. Этюд исторический. Или, скажем так, вот такой вот. Размышления великого писателя о том, почему Россия не удержала ту свободу, которую она получила в 17-м году, в феврале 17-го, когда было свергнуто самодержавие. И, казалось, у России был шанс на то, чтобы стать нормальной европейской демократической страной. Почему Россия в итоге выбрала не свободу. Но это пересказывать сейчас не хочу, потому что там каждое слово, что называется, на вес золота. Но вот там есть слова про тысячелетнее рабство и то, что, конечно же, это наложило свой отпечаток на менталитет, на национальный характер, к сожалению, простого русского человека, который пошел за Лениным, который восхищался Сталином, который не восставал против репрессий, которые развернулись потом, в 30-е годы. Который все это снес и вытерпел. Но я все-таки возвращаюсь к... О России мы, кстати, еще пару слов скажем обязательно. Я все-таки возвращаюсь к урокам Майдана. Смотрите. 2004 года. Я говорю про 2004 год. Я говорю про 2004 год и пытаюсь там заодно с вами, может быть, чуточку поспорить. Ну, смотрите, вот я сказал, ну, были небольшие, скажем так, неприятности у некоторых одиозных фигур. Кто-то покончил жизнь самоубийством при каких-то странных обстоятельствах, там, типа, 13 раз, как в том черном анекдоте, 13 раз падал на один и тот же ножичек. Ну, я преувеличиваю, да. Ну, да, да. Все знают. При странных обстоятельствах некоторые, значит, наложили на себя руки. Кто-то там в следственном изоляторе посидел, как Борис Колесников, но в итоге отделался, что называется, легким испугом. Говорят, что... Нелюбезно обошлись с Ренатом Леонидовичем Ахметовым, что якобы там чуть ли не бронетранспортером протаранили ему ворота дома в Донецке. И, мягко говоря, навели там беспорядок, хотя бы вообще другими словами нужно описать, что там произошло. Что не с лучшей стороны, скажем так, характеризовало тех, кто устраивал этот... То ли обыск, то ли какие-то еще, с позволения сказать, следственные действия. И есть такая версия, мне приходилось ее слышать, что неприятности, которые были потом у Юрия Витальевича Луценко, это был ответ Рената Леонидовича. Типа, осквернил мне дом, мое жилище, за это будешь отвечать по полной программе. Ну, не знаю, насколько это соответствует действительности, но есть и такая версия. Ну, что еще? В результате регионалы остались в политике, они пошли на выборы, они показали там прекрасный результат. Потом Порошенко... Фу, Господи, Порошенко. Ющенко с ними договорился, и в результате Янукович оказался... Премьер-министром. Ну, правда, потом опять партия регионов ушла в оппозицию, но основные политические силы, основные игроки, в общем, остались те же самыми. То есть не произошла... Не пришла новая политическая элита. А зачем она нужна, новая политическая элита? Мы же глубже давайте копнем, Евгений Алексеевич. Ну, я не могу вас не перебить, ну, потому что сама ты стояла на этом майдане. Вот сейчас у нас, видите, новая политическая элита. Не об этом. Можно я об этой элите позже? Вот сейчас взяли и всех снесли. Да, Евгений Алексеевич, об этом позже. Ну, вот смотрите, ведь Украина-то стала... И продолжила свой демократический путь только потому, что тогда был майдан 2004 года. Да если бы Янукович пришел после Кучмы, да все же было бы зацементировано. Мы же даже не ценим, как вот это столкновение даже между, я знаю, Януковичем и Ющенко, Ющенко и Тимошенко, затем потом Тимошенко и Януковичем. Это же нормальные демократические процессы. Не поверю ни за что. То, что в России не было никогда. Не поверю ни за что. Никогда не было. Не поверю. Еще раз простите, ради бога. Вы клевещете на украинский народ, потому что не смогли бы здесь ничего зацементировать. Потому что... Почему же не смогли? В России же смогли. Почему же не смогли? А что, в Украине было такое? Потому что Украина другая. Потому что в Украине было много центров влияния. Подождите, напомнить, центры влияния Березовского и всех остальных во времена России, когда все начиналось? Послушайте, ну не сравнивайте. Почему это не сравнивать? А хочу сравнить. Послушайте, ну что такое экономическая сила, грубо говоря, Березовского? Сравните Березовского с Газпромом. Не случайно Березовский... Он так слаб сразу. Но нет же. Разве российские олигархи были сразу такими слабыми, Евгений Алексеевич? Не было? Довольно слабыми они были. Ну, когда Путин пришел к власти, какими они были? Когда... История про невероятную силу российских олигархов сочинили путинские клевреты для того, чтобы оправдать его решительные действия по установлению контроля над властью, собственностью и денежными потоками. Ну, кто там был олигархи? Ну, у кого-то нефтяная компания, одна из многих, да, у кого-то там банк, у кого-то даже не собственность над телеканалом, как у Березовского, а миноритарный пакет плюс приватизированный менеджмент. А кто из олигархов привел Путина к власти? Разве он сам пришел? Его же олигархи привели российские? Путина привел к власти Ельцин. А за Ельцином кто стоял? За Ельцином стояли, прежде всего, окрепшие тогда, к концу 90-х годов, силовые структуры, прокуратура, ФСБ. А как же все книги про то, как Березовский там запускал? Ну, это же что? Все ерунда, думаете? Нет, но это история про то, что нужно назначить крайнего. Послушайте, если бы Березовский был такой великий и ужасный, послушайте, я вот не хочу, ну, если действительно, подайте, есть тоже конспирологические разные версии, что якобы он жив и здоров, и самоубийство его было, и инсценировка, и на самом деле он где-то живет под именем Платона Еленина, или еще под каким-нибудь именем, ну, я в это не верю, я все-таки считаю, что он на том свете, я с ним был достаточно хорошо знаком, и у меня с ним были дружеские отношения, ну, приятельские, по крайней мере, во всяком случае, мы были на «ты», я мог ему позвонить, он брал трубку, уже когда вот жил в эмиграции, и мне не хочется, как говорится, лишний раз на него напрасленно возводить, но в значительной степени миф о его невероятных возможностях, о его способности плести интриги, создавать королей, да, это был результат его собственного мифотворчества, то есть вот он сам делал себя, вот сам рисовал такой портрет, очень много делал для того, чтобы окружающие смотрели на него, там, открыв рот и говорили, боже мой, какой же вы гениальный-то, Борис Абрамович, даже анекдот такой был, да, как попадает Березовский на тот свет, и приходит к Господу Богу в приемную, говорит, вы знаете, вот мне надо буквально 10 минут со Всевышним, секретарь спрашивает, простите, а у вас есть договоренность, вы на прием записаны? Она говорит, нет, у меня всего 10 минут. Ну, секретарша сжалилась, покойный Борис Абрамович был человеком колоссального мужского обаяния, кстати, женщины от него таяли, вроде такой и невысокий, и шевелюры там не было, и, как говорится, явного мужского достоинства, значит, не бросалась в глаза, но поверьте мне, у него был колоссальный заряд мужского обаяния, значит, женщины в него просто влюблялись. И вот секретарша Господа Бога тоже, наверное, так среагировала, и в результате пропустила его туда, в кабинет, и проходит 5 минут, проходит 10 минут, проходит 20 минут, потом звонок по внутренней связи, Господь просит, чтобы принесли пару чашек кофе, еще проходит 15 минут, два коньяка, пожалуйста. Потом уже так слегка подвыпившие выходят оба из кабинета, и Господь Борис Абрамович, я не могу, я просто потрясен, какая гениальная вещь, какое потрясающее предложение, мне такая схема даже не приходила никогда в голову. Только, извините, вот еще раз, объясните, пожалуйста, почему у меня только 49%? Да, да, в этих поразительных талантах переговорщика много написано. Ну, нет, ну, все-таки, значит, да, были, скажем так, финансово-промышленные группы, которые только-только становились на ноги, и эти группы возникли не без участия Кремля. Я подозреваю, что некоторые российские олигархи, по сути дела, получили в управлении, в такое доверительное управление, очень большие дорогостоящие активы в обрабатывающей промышленности, в добывающей промышленности, это касалось, там, алюминия, нефти. Повторяю, Газпром стал подыматься с колен, потому что начали как раз тогда потихонечку-потихонечку расти цены на энергоносители, вот тогда уже в 99-м году, в год прихода Путина к власти. И вот эта вот комбинированная сила окрепшего государственного аппарата значительной части, внимание, региональных лидеров, потому что сначала региональные лидеры вроде потянулись за Лужковым, за Примаковым, а потом почувствовали, что не стоит складывать яйца в одну корзину, да, давайте-ка мы... И это было, я думаю, такое вот коллективное решение, коллективный разум губернаторов и президентов автономных республик в составе Российской Федерации. Некоторые из них сказали, нет, вот там, вы там с Лужковым, а мы вот с этими. И в результате возникло движение Единства, которое объединило часть региональных лидеров, часть региональных элит, которые изначально поддержали Путина, а потом и остальные, лапки кверху, и вот эти люди, которые изначально входили в партию Лужкова и в движение Примакова, там была вся Россия и Отечество. Потом вся Россия и Отечество объединились, а потом в результате объединения Единства всей России и Отечества вот возникла правящая партия Единая Россия. Это к вопросу о том, что тут не олигархи. Олигархи как раз там остались на вабах, или там, что называется, на обочине политической жизни. Если это так, почему их выталкивали из России так активно? Если они были такие, не влезли. Жили бы все в России, тот же Березовский, тот же собственник НТВ. Почему бы нет? Сидели бы, каналами владели, раз были незначительными, незначительно влияли, Евгений Алексеевич. Это уже у Путина надо спрашивать. Потому что Владимир Путин – это человек, который не терпит конкуренции, который не терпит даже невнятных угроз. Ну послушайте, вот Навальный, да? Ну посмотрите, ну просто по определению, к сожалению, ну не может политик либерального направления, даже если там он, скажем, как Навальный, с таким популистически-националистическим оттенком. Хотя на эту тему можно спорить, кто он больше, там либерал-националист или популист, я думаю, там всего по чуть-чуть. И соотношение вот этих трех источников и трех составляющих частей, чуть не сказал марксизма, новолизма, да? Три источника и три составных части марксизма. Вот люди постарше помнят, откуда это заставляли в свое время зубрить этот самый марксизм, ленинизм так, что среди ночи разбудишь и вот всякая такая вот чушь из подсознания прет. Но тем не менее, вот Навальный, допустим, взял, когда ему позволили участвовать в выборах московского мэра. Я уж не помню, какой это был год, 13-й, кажется, или 12-й. К стыду своему уже там не помню точно. Но, в общем, это уже было после того, как схлынула волна протестов на Болотной, которая не получила поддержки, а остальной России. И когда Навального судили по делу Киров-Леса и уже чуть ли не собирались отправить по этапу отбывать выписанный ему пятилетний срок, как вдруг вмешались высшие силы, и выяснилось, что да, его приговорили к пяти годам, но условно. А вот брата его родного, безусловно, вот брата взяли в заложники, и он назначенный ему срок вполне, безусловно, отбывал в колонии. А самого Навального отпустили, по сути дела, и далее выяснилось, что человек, который имеет условный срок, может быть и в качестве кандидата в мэр зарегистрирован, и в выборах принимать участие. И в общем ему не чиняли особых препятствий. Там не разгоняли митинги его сторонников. Он проводил там встречи на площадях города. Конечно же, он не имел доступа к средствам массовой информации. Но если бы даже он имел, я думаю, доступ к средствам массовой информации, все равно он 50% плюс один голос не собрал. Если мне память не изменяет, он получил что-то порядка 27-28%. Проиграл благополучно и по ныне действующему мэру Собянину. Демократическая позиция даже в замечательные ельцинские времена никогда не была в большинстве. Это вы «Яблоко» вспоминаете? И «Яблоко», и «Союз правых сил», и «Демократическую Россию», и «Демократический выбор России». И было еще несколько демократических партий, которые просто не преодолевали, тогда даже было не 5-процентный, тогда был, по-моему, 3-процентный, поначалу барьер на выборах в Государственную Думу. Хотя я могу путать, но в любом случае были партии демократического толка, которые просто сразу еще в начале 90-х годов оказались маргинализированы. Ну, например, партия, в которой в Государственную Думу первого созыва еще вот в 93-м году на первых выборах именно в Госдуму баллотировался покойный Собчак со товарищей. Не помню, кто там был у него в первой тройке, но, по-моему, по его списку и покойный Александр Николаевич Яковлев, архитектор перестройки, баллотировался, и кто-то еще из таких заметных фигур демократического направления тех лет не попали. Знаете, вот все-таки возвращаясь бог с ней с истории прихода Путина к власти, я скорее все-таки вернулся бы к истории Майдана, потому что, да, действительно, это был очень ценный опыт для украинского общества, в том числе, кстати, и люди знали, как своих единомышленников выводить на площадь, да, то есть там же была еще и технология, да, технология коммуникации, технология налаживания связи с такими же, как ты, вот как договориться о том, что мы завтра идем митинговать, и там пассионарная, активная часть общества эти уроки выучила. Ну и власть же, наверное, навсегда запомнила, что может быть Майдан. Вот это тоже может быть. И это тоже, и это тоже. Но, понимаете, ведь все-таки события 2013 года, там очень много неясного, да, очень много неясного. Вот в какой степени двигателями этих событий были финансово-промышленные группы, недовольные политикой Януковича, который, по сути дела, отдал все финансовые потоки, все самые лакомые куски украинской экономики под контроль так называемым молодотуркам, как шутя называли Александра Януковича и его товарищей. Да, молодотурками. Ну и еще там молодореформаторами их тоже так, скорее, иронически называли. Ну вот, Александр Янукович, он же Саша-стоматолог, Арбузов, Клеменко, Захарченко, забыл фамилию министра финансов. Да и бог с ним. Который тоже был из их компании. Короче говоря, ведь роптали и Ахметов, и Пинчук, и Фиртыш, и Бойко, и Левочкин, и многие другие люди, скажем так, из предыдущего призыва сторонников, ну, не всегда сторонников, условных или безусловных сторонников Януковича, но роптали. Я очень хорошо помню, как весь Киев в 2012 году обсуждал эпизод, случившийся на дне рождения Януковича, когда уже слегка подвыпивший гарант предложил тост за молодых, выразительно глядя на стол, где сидел его старший сын, Александр, вот со всеми перечисленными, восходящими звездами украинской политики, и сказал, что вот предлагает выпить за молодежь, которая нас, мол, стариков, очень скоро должна будет сменить. То есть потом спросил, все согласны? И в повиснувшей тишине прозвучал голос Ринат Леонидовича Ахметова. Я не согласен. Я не знала эту историю. Поверьте мне, мне эту историю рассказывал человек, первым рассказал человек, который там просто присутствовал. Правда, потом Ахметов говорил, что я, кажется, вчера что-то лишнего сказал, я, кажется, там лишнего выпил, но на самом деле люди-то знают, что Ринат Леонидович у нас человек не пьющий, трезвенник. И сказал он все это совершенно специально. Это был внятный сигнал городу и миру, что я начинаю заниматься политикой самостоятельно и пускаюсь в самостоятельное плавание. И тогда же, между прочим, в 2012 году стали делать определенные политические силы, ставку и на свободу, и на партию «Удар». Вы же помните, на выборах 2012 года эти партии получили приличное представительство в Верховной Раде. Потому что они как раз опирались на существенную поддержку со стороны тех самых тайно недовольных людей, которые вроде бы были в лагере Януковича. И далеко не все там были в восторге от вот этого вот разворота на 180 градусов, когда вдруг Янукович решил, правда, на всякий случай поручил самую неприятную публичную грязную часть работы сделать Азарову, потому что в случае чего можно было уволить премьер-министра, сделать его крайним. Кстати, в итоге он же так и был-то уволен, если мне память не изменяет. Я что-то уже и забыла, был Азаров или нет. По-моему, в какой-то момент произошла его отставка. Но это уже в ходе что-то революционных событий. Ну, или во всяком случае были публичные заявления, обещания со стороны Януковича, что он там чуть ли не завтра предложит портфель премьер-министра кому-то из лидеров оппозиции для того, чтобы урегулировать кризис. Когда уже кризис перешел в фазу попыток как-то перейти к содержательным переговорам, о чем-то договориться, отдельной истории. Потом, знаете, вот давайте не будем забывать вот про кровавые события, которые произошли сразу после Вильнюсского саммита, когда Янукович вернулся и... Когда побили студентов? Конечно, когда побили студентов. Я все-таки справедливости ради должен сказать, что я знаю очень много людей. У меня есть просто друзья, знакомые, которые в тот день вышли на Майдан. Абсолютно аполитичные люди, но которые вот эта вот картина жестокого избиения вот этих молодых ребят, последних остававшихся, которые никому не мешали. И вот то, как их били ОМОНовцы, там, беркутовцы, не помню, кто там, кто там лично в этом принимал участие, да, вот, как они их избивали, вот, было ощущение, что все это делалось нарочно. И почему там оказались камеры Интера ночью? Ну, можно было бы снимать и на телефон, время-то уже другое. Ну, тем не менее, тем не менее, я очень хорошо помню, что вот почему-то новостная служба Интера решила оставить там, по-моему, две или даже три съемочной группы на всякий случай подежурить. А вдруг что произойдет? Вот неспроста это было, вот ей-богу, неспроста. Да, и если это все-таки была сознательная провокация, если кто-то спровоцировал силовиков на экстремальные действия, ну, в общем, все дальше происходило, безусловно, по тому сценарию, который у кого-то уже тогда к концу тринадцатого года в головах вполне оформился. Но ведь тут же картина другая вырисовывается, Евгений Алексеевич. Для того, чтобы люди вышли, они должны быть готовы выйти. Вот я, мне вспоминается вот недавний разгон-то выборов. 24-го, мы же забыли, вот сначала вышли студенты, а 24-го была генеральная репетиция, выяснилось, что 100 тысяч в Киеве готовы выйти. Ну, конечно, я же прекрасно помню это, я сама помню. Еще до избиения студентов. Конечно. И это было тоже очень важно. Очень важно. Это было тоже очень важное событие, это была тоже очень важная история, потому что значит мы сможем сделать так, решили заговорщики, что люди выйдут на улицу. Я помню, что задолго до событий кровавых, которые произошли в феврале, один из перечисленных мною людей говорил Евгений Алексеевич, поверьте мне, Янукович, это уже вот видите у меня тут на стене медвежья шкура висит, вот его шкура тоже уже в виртуальном смысле тоже уже висит на стене. Понимаете, там другая есть еще тема, а почему Запад, понимая, что у Януковича, что называется, край, что он выступал, знаете, в роли, как один мой знакомый, мы с ним тоже тут с одним моим знакомым вспоминали события того времени, и вот Янукович в некотором смысле выступал в роли человека, который купил новенький, роскошный Мерседес, а денег, чтобы заправить его, не осталось, вот все вложил там, да, и он ему говорит, ты что, парень, давай, езжай, у тебя крутая тачка, он говорит, ребята, у меня бензин здесь на 5 километров, а я знаю, что ближайшая заправка в 40, он говорит, да ладно, что-нибудь придумаешь, и тут к нему прибегает Путин с двумя, образно говоря, большими канистрами, говорит, мужик, давай я тебя заправлю, только ты вот с этим больше дела не имей. Младой реформатором надо было с потоков снять, Евгений Алексеевич. Уж тут-то я поспорила бы. Я думаю про то, что на самом деле от жадности и от глупости европейские переговорщики не стали вести с... Ну, понимаете, европейские переговорщики тоже иногда бывают ленивые и словоумные. Они просто не понимали, что вот им нужно было еще помимо того, когда все там было подписано парафировано, уже вот этот процесс евроассоциации и грядущего подписания соглашения о всеобъемлющей зоне свободной торговли с Украиной уже вступил, что называется, на финальные рельсы. Они должны были договориться с Януковичем, что страна получит необходимые деньги для того, чтобы рассчитаться по внешним долгам, которые, как там же был пик выплат по внешним долгам и стоял ребром вопрос о том, чтобы не допустить того, что по-английски называется meltdown, когда вот просто национальная финансовая система обрушивается. так они и так пошли уже на уступки. Тимошенко-то в тюрьме оставили, несмотря ни на что. Сколько было визитов, чтобы выпустить ее из тюрьмы. Это в последний момент уже они согласились на этом. Дело-то было не в этом. Почему же не в этом? Мы в этом в том числе. А как же принимать-то зону свободной торговли с человеком, который политических оппонентов в тюрьме держит? Как-то не камильфо. Евгеньевич? Ну и тем не менее, тем не менее, вот принять-то согласились, а денег не пообещали. А Янукович понимал, и не один Янукович понимал, что... Все украдено, надо что-то свое возвращать. Нет, что без денег просто финансовая система может рухнуть. Дефолт будет. А не рухнула как-то, она не смотрит. Ну правильно, потому что три ярда-то Владимир Владимирович успел заплатить, и вот эти вот три миллиарда, они в некотором смысле оказались для украинской экономики и финансов спасительным кругом. Так Янукович, ты когда ушел, трех-то миллиардов этих не было? Ну как же не было? Да не было, конечно, в том-то все и дело. Пустое-то все было. Неизвестно куда это не ушли-то. Да нет, по-моему, все эти деньги поступили таки на счета в Национальном банке. Это, по-моему, только разговоры про то, что они куда-то там пропали. С кем-нибудь из серьезных финансистов-экономистов поговорите, они вам все право Мы сегодня целый, слушайте, всю программу о Майдане. Нет, знаете, я, понимаете, вот у меня, нет, ну, слушайте, это интересно, многие уроки, я, с вашего позволения, просто хочу сказать, вы-то много запланировали? Вот у нас есть и подозрения садовому и об импичменте в Америке, и о кораблях, которые вернула Россия, и о много чем хотели. Так я вот хочу телеграфным стилем с вашим... Телеграфным стилем хочу сказать, что, во-первых, если говорить про импичмент, ну, посмотрим, что сегодня еще кто-то, кто-то еще будет сегодня выступать, по-моему, один или два свидетеля. Каких-то грандиозных сенсаций не случилось, но, во всяком случае, все профессиональные дипломаты, а также сотрудники Белого дома, а также сотрудники Совета национальной безопасности Соединенных Штатов, вовлеченные в разной степени в историю с попытками Трампа надавить на украинские власти и лично на президента Зеленского, и увязать вопрос о предоставлении военной помощи Украины с вопросом о возобновлении расследования дела Буисмы и выяснением роли Байдена младшего и Байдена старшего в истории с открытием уголовного дела, потом с закрытием уголовного дела против этой кампании, они подтвердили то есть как бы есть уже под присягой неоднократно данные показания, где черным по белому сказано, что давление имело место. вопрос в том, что они еще сумеют найти в оставшееся время, потому что, как я понимаю, они еще будут неделю, а может быть и две, допрашивают каких-то свидетелей, вызовут ли они судебной повесткой бывшего советника Трампа по национальной безопасности Джона Болтона, который, быть может, знает больше всех. Обратят ли они внимание на то, что помимо истории с давлением на господина Зеленского была другая история, о которой писала американская пресса значительно раньше, что Генеральная прокуратура Украины вдруг прекратила расследование четырех дел, где фигурировал Пол Манафорт, и как-то вот так совпало, что после этого окончательно решился вопрос о поставках вот этих самых противотанковых ракет Джавелинов. Об этом это не я придумал, об этом черным по белому писала газета New York Times в большой статье, где прямо такой толстый прозрачный намек, что видимо были какие-то негласные договоренности между Киевом и Вашингтоном, что здесь в Киеве прекращают расследование дел, где фигурирует Манафорт, не дай бог, это до Роберта Мюллера дойдет, а мы вам за это, услуга за услугу, наконец получите ваши долгожданные джавелины. Отдельная история касается Рика Перри, министра энергетики, который приезжал сюда на инаугурацию Зеленского минувшей весной. И опять-таки не я это придумал, об этом писала и американская, и украинская пресса. Они пытались навязать каких-то новых членов Совета директоров Коболеву и Витренко, каких-то американцев, которые по их мнению более бы эффективно осуществляли контроль за работой нафтогаза, и вроде бы там обсуждался вопрос о строительстве некоего трубопровода, который соединил бы Украину с портами. на Балтийском море и таким образом Украина смогла бы получать, правда, понесла бы цене сжиженный американский газ. Трамп же страшно заинтересован в том, чтобы наращивать экспорт сжиженного американского сланцевого газа в Европу. Там тоже не все до конца ясно. я напомню, что я уже цитировал, была такая холесткая статья в журнале Newsweek, автор которой говорил Нэнси Пелоси, буквально там смысл. Нэнси Пелоси не должна забывать, что история с давлением на Зеленского по поводу Бурисма и Байденов это только верхушка айсберга, что есть и другие истории, в которых по-хорошему тоже нужно разбираться. Другое дело, что пока нет ни одного республиканца, который поддержал бы идею привлечения Трампа к политической ответственности и отстранения его от должности. Потому что что сейчас происходит? Сейчас происходит этап расследования. Потом будет происходить дискуссия в Палате представителей уже не только в Комитете по разведке, где сейчас все происходит, а в нескольких комитетах о том, выносит ли на рассмотрение Верхней Палаты обвинение в нарушении законов в превышении власти ставит ли вопрос об отстранении президента от занимаемой должности. Вот импичмент это уже тогда, сейчас следствие. Импичмент это когда демократы, контролирующие Нижнюю Палату, проголосуют за то, чтобы вынести вопрос на рассмотрение по сути дела жюри присяжных. В роли присяжных выступают сенаторы. Но там что еще интересно будет. Где-то в середине декабря Палата представителей уйдет на каникулы до примерно на месяц. Рождество, Новый год, новогодние каникулы соберутся опять в январе. И дальше будет уже рассмотрение дела в Верхней Палате. Причем любопытно, что да, в Верхней Палате там 67, извините, не 67, 53 составляют большинство, 53 республиканца заседают в Верхней Палате. И демократам нужно еще 20 голосов для того, чтобы добиться отстранения Трампа от должности. И пока вот судя по всему никто не перебежит из сенаторов республиканцев на сторону демократического меньшинства и значит не соберет импичмент необходимого большинства голосов. Но это история вот про двух хлопцев, которые шли по деревне, а какая-то бабуся попросила их кабанчика завалить. Они долго там возились, был виз, крик, шум, потом они все такие растрепанные в разорванных рубахах, посыпанные опилками, соломой вылезают, и бабуся говорит, ну что, завалили хлопчики кабанчика? Нет, не завалили, но крендулей надавали так, что задолго запомнят. Вот, понимаете, это история про импичмента. Завалить не завалит Трампа, но отмутузит изрядно. То есть, вы понимаете, что демократическая партия будет на протяжении нескольких недель, а то и месяцев задавать вот эту вот разоблачительную повестку дня. Потому что вот сенаторы, они выступают во время этих слушаний в роли присяжных, присяжные вопросов не задают в суде, да, они сидят и слушают, да, а там, условно говоря, представители стороны обвинения поливают президента грязью, образно говоря. Пойдет это ему на пользу? Черт его знает. Но с другой стороны, там есть засады для демократов, потому что в американском законодательстве зафиксировано, что сенаторы обязаны принимать участие в процедуре импичмента. Ежедневно должны обязательно присутствовать на рабочих местах в верхней палате. Это означает, что добрая половина кандидатов в президенты, которые будут бороться за выдвижение от демократической партии, вместо того, чтобы участвовать в партийных собраниях, во встречах с избирателями, лично выезжать в те штаты, где будут проходить первые первичные выборы, сделать этого не смогут. Это, кстати, интересно. Да, один мой коллега, который сейчас живет и работает в Вашингтоне, буквально вчера обратил мое внимание на это обстоятельство. Говорит, смотри, вот там у нас сенатор Сандерс, ну, Байден, не сенатор, а Сандерс, Уоррен, Камала Харрис, там кто-то еще, все сенаторы. Вот что они будут делать, если, скажем, в феврале, когда первые первичные выборы, культовые, там, в Нью-Хемпшире, в Айове, дальше в других штатах, там может дело дотянуться и до Великого вторника, где выборы будут сразу, по-моему, в десяти штатах первичные, а они не смогут там принимать участие в предвыборной борьбе, а будут сидеть, как дураки, и слушать уже навязшие в зубах обвинения Трампа. Посмотрим, посмотрим. Я думаю, что, конечно, нас могут ждать всякие сюрпризы, но не надо забывать о том, что по-прежнему где-то процентов 85-90 сторонников республиканской партии выражают поддержку и доверие Трампу, то есть пока нет никаких материальных свидетельств в виде там результатов вопросов общественного мнения, которые бы говорили, что он может в результате импичмента потерять часть своих избирателей. Хотя, а может быть и потеряет. Но впереди, я думаю, тяжелая гонка, тяжелая борьба. Байден очень опасный, очень сильный конкурент. Другое дело, хватит ли у него сил и здоровья выдержать это немолодому человеку. на последних дебатах, которые были, в общем, было видно, что, конечно, он уже не молод, и силенки у него не те, и реакция не та. И не надо забывать еще о том, что демократическая партия все левеет и левеет, и в результате избиратели этой демократической партии могут поддержать кого-то из его конкурентов и сказать, что нет, все-таки сонный Джон нам не годится. А, к сожалению, более молодые и более левые, вроде Уоррен или Бутиджича, они могут Трампа проиграть, причем с разгромным счетом. Вот такая вот история. Евгений Алексеевич, спасибо вам огромное. Извините, что заговорил о вас сегодня с Майданом, но просто интересно было сразу. Я сам задуматься я сам вызвался это раз, и во-вторых, с Садовым потом разберемся, посмотрим. Ну да, как будет развиваться. История странная, история грустная, мне кажется. Грустная история с отставкой Ланы Зеркаль, которая, мне кажется, свидетельствует о том, что не все благополучно в внешнеполитическом ведомстве и, возможно, правы те, кто говорит, что внешняя политика Украины сейчас строится где-то за пределами МИДа, что неправильно, что на самом деле неправильно. Ну, это в каком-то смысле наследие Порошенковского периода, потому что там тоже ребята были, которые любили выстраивать отношения напрямую с офисами президентов и премьеров, а в МИДе разводили руками, в посольствах иностранных тоже разводили руками. Это отдельная долгая история. Ну, и, конечно, там два слова, уж позвольте мне сказать, по поводу этих самых катеров, которых... Кораблей, да? Ну, да, да. Это же и смех, и грех, потому что... Я просто процитирую, что по этому поводу написала наш с вами коллега, замечательная журналистка Радио Свободы Елена Рыковцева. Вот последний ее пост в Фейсбуке написала «Я думаю, что пропаганда не всегда работает. Я думаю, здравый смысл иногда берет верх. Вот сейчас супруги-ведущие Попов и Скобеева аж из кожи вон лезут, ржут натужно, ерничают, что ха-ха-ха, они, украинцы, конечно, спятили. Они нас обвинили, что мы им вернули их сюда без унитазов, а еще вы слышите, что они несут без плафонов и розеток? Да зачем нашему ФСБ ваши плафоны? Цирк какой! А я, обыватель, думаю, что рано, по этому поводу иронизировать, русский обыватель, я думаю, не спешит этот хохот подхватить. Русский обыватель, думаю, да наверняка свинтили. И унитазы, и плафоны, и розетки. Нет, им, конечно, по делам, бандеровцам, но что свинтили, это к бабке не ходи. Плохо лежало свинтили, думает обыватель. Не верьте, проведите опрос, хоть собственных соседей. Могли ли в Керченском порту раздербанить украинские корабли или не могли? Ставлю 99% на положительный ответ. Гениально, совершенно. Евгений Александрович, спасибо вам огромное. Спасибо. Евгений Киселев был у нас в гостях, страшно благодарна ему за это. А вы оставайтесь, мы продолжаем прямые эфиры на Украинской Артеи. Продолжение следует...